Ребята, сегодня мы с вами приготовим изумительно вкусный, красивый и полезный творожный пирог со сливами. Для приготовления пирога я буду использовать замороженную сливу. В этом удобство заключается приготовление. Её не нужно предварительно размораживать. Пока поставлю в морозилку. Сготовим форму для запекания. Кусочком сливочного масла смазываем форму. Не забываем о стенках тоже. А теперь насыпем буквально ложку панировочных сухарей. Панировочные сухари можно заменить мукой или манкой. И теперь вот так. У нас все сухари прилипнут. Пирожок очень легко выпрыгнет из формы. Не обязательно использовать разъёмную форму. Пирог очень легко достаётся. Всё, мы подготовили форму. Давайте теперь приступать непосредственно к тесту. Для теста нам понадобится 3 яйца. Вбиваем их в большую миску. И добавляем сахар. Я использую 110 г сахара. Смотрите на сливу. Если слива сладкая, можно уменьшить количество. И теперь взбиваем не менее 5 минут. Масса должна сильно увеличиться в объёме. И побелеть. Отлично. Яйца с сахаром мы взбили. Теперь добавляем творог. Творога нам понадобится 300 г. И ещё раз всё тщательно взобьём миксером. Вот у нас получился такой однородный творожный крем. Мы добавляем 2 столовые ложки оливкового масла. В принципе, оливковое масло можно не добавлять. Но с ним получается более мягче и нежнее. Раз. И два. Ещё раз перемешиваем. И нам останется добавить муку. Прямо в муку добавляю разрыхлитель теста. Чайная ложка сверху. Перемешиваю. И всыпаю муку в наше тесто. Так, замешиваем, чтобы не оставалось комочков. Отготовили. Выкладываем с помощью ложки тесто. Тесто получается довольно густое. Его нужно будет разравнивать с помощью ложки. Выкладываем. И разравниваем. Так, вот тесто мы выложили. Разравняли. Духовку я поставила разогреваться на 170 градусов. И теперь осталось, самое приятное, это красиво выложить половинки сливы. Чуть-чуть придавливая. Так, сливы мы выложили. Теперь отправляем пирог запекаться в духовку на полчаса. Ну, братцы, вот такой у нас красавец пирог получился. Проверяем готовность спичкой. Прокалываем пирог. И если он, спичка, остаётся сухой, значит пирог готов. Так, аккуратно вынимаем. Лучше немножко подождать, чтобы он чуть-чуть остыл. Проводим острым ножичком по бокам. Ну, прекрасно. Перекладываем. Теперь аккуратненько перекладываем на доску. Такой шикарный, очень вкусный, необыкновенно нежный пирог получается. Давайте кусочек отрежу. Лучше подождать, чтобы он немножко остыл. На мой вкус. Такой пирожок получается. С чашечкой чая или кофе будет изумительно вкусно. Приятного аппетита!